Привет! Привет всем! Это Катя и Миша, мы в Мексике. Да, мы до сих пор в Мехико. Обосновались здесь. Четвертый месяц у нас уже вот прошел. Да, прошел четыре месяца. И поэтому это видео по результатам нашего проведенного здесь четвертого месяца. Вот, сейчас у нас январь, сегодня крещение, вода фреша. Всех поздравляем с этим праздником. Да, поздравляем. Проруби у нас здесь нету, потому что у нас плюс 20 днем. Поэтому купались в бассейне. Я сегодня купалась. Вот, в общем, январь это такой месяц, когда на деревьях цветет фасоль. Выглядит это вот так. Вот такие красивые, обалденные цветочки. Надеюсь, что видно. И еще вот такие вот сосульки. Вот они. Похожи на акации. В общем, это огромное дерево. Вон оно какое большое, красивое. И оно сейчас все-все-все вот в таких цветах. Это очень красиво. И вот там вот у нас улица, машины ездят. И там тоже еще одно такое дерево. Оно прям все в этих цветах. В общем, очень красиво. Поэтому в январе цветет фасоль на деревьях. Вот. А еще в январе можно кушать клубнику. Очень вкусная, сладенькая. И по стоимости, как в Украине, в сезон. В принципе, такая же цена. Поэтому у них клубника тут постоянно бывает. Вот. Ну, в общем, какие у нас результаты. Этот месяц какой-то оказался очень активный. Такой насыщенный. И много чего было сделано. Да. Есть много что рассказать. На самом деле, наше жилье не меняли. Оно нас полностью устраивает. Кроме соседей. Да. И у нас заехали новые соседи. Французы. Вот. И я вчера заметил такую особенность. То, что когда у нас были испанцы, они, если тусили, то они как-то сосредотачивались в одном месте. И видно, и слышно было, что они именно там тусят. А вчера тусили французы. И, в принципе, ходуном ходил весь дом. Пока я был дома, они были везде. И наружу, и внутри, и везде. Короче, французов мы любим теперь не больше, чем испанцев. Вот. Особенности такие. Вот. Да. Дом наш нравится. Нас устраивает. Я недавно познакомился в парке случайно с риэлтором. Она говорит, что у вас хорошие условия, хорошее место. В общем, не меняйте. Я вам лучше не предложу. Да. Поэтому дома мы довольны. Вот. Раньше мы с Мишей как-то первые три месяца так больше адаптировались. Больше так как-то, не знаю, что ли, больше времени свободного было. А последний месяц мы начали работать. Вот. И поэтому теперь... Меньше свободного времени. Да, теперь мы встречаемся не так часто, как раньше. Бывает часто где-то по отдельности. Перемещаемся по городу и только вечером, или только утром бываем вместе. Вот. Нашла я работу. И Миша нашел работу. Как-то это все так почти в один период получилось. Поэтому у нас вот первые деньги уже заработали за четвертый месяц нашей жизни здесь. Поэтому... Мы обустраиваемся, да, потихоньку. Работаем мы преподавателями по русскому и английскому. У меня один ученик по русскому, один по английскому. И есть еще группа по русскому языку. В группу меня приглашали еще месяц назад. Я к этому готовилась. И вот спустя 4 месяца жизни здесь группу я веду на испанском. Получается, это еще не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому еще так хоряво разговариваю с ними. Но в принципе они понимают. Группа 18 человек, а говорят, что будет вообще до 30. Поэтому интересный опыт и достаточно большой выход из зоны комфорта. Но это интересно и развивающе. Да. В общем, насчет остаться здесь и получения рабочей визы. Прошел такой слух, что можно устроить и получить здесь рабочую визу в качестве фрилансера. Мы с Катей пошли в иммиграционную службу. И разрушили. И спросили у них напрямую, есть ли такая возможность работать как фрилансером. И получить из-за этого рабочую визу и остаться здесь по рабочей визе. Но нам ответили то, что нельзя. Ответили в двух местах. Ответило 4 человека. Что якобы так нельзя делать. Нужно выезжать, искать компанию, которая сделает для вас рабочее приглашение, рабочую визу. И полностью за вас поручится. Но ребята рассказывают, что у кого-то так получилось. Якобы сказать, что я преподаватель, работаю сам на себя и как-то здесь оформиться. Но нам таких вариантов не предложили, поэтому мы продолжили поиски дальше. Еще также мы работаем в бассейне. Продолжаем волонтерствовать в бассейне. И вот за этот месяц, пожалуй, уже первые разы я вела занятия самостоятельно. Как и сегодня. Да, мой испанский еще не хоро, не совсем такой прям перфекто. Но в принципе его уже достаточно, чтобы даже провести занятия по плаванию. У меня группа взрослых человек шесть. Бывало, по-моему, и больше. И вот в понедельник вела занятия с детками. Их тоже было шесть человек. И тоже с ними полностью вела практически все занятия. Я сейчас поняла, что мы снимаем вертикальные видео. Я тоже поняла, что мы снимаем вертикальные видео. Да, но мы уже переделывать не будем. Да, поэтому извините. А это Миша. Ты не ес. Да, но я как-то не задумывался. В общем, отпраздновали мы Новый год здесь. Отпраздновали достаточно так тихо, спокойно. Решили в центр не ходить. Но ребята рассказывали, что было шумно, много людей. Мы были в центре на другие праздники, поэтому толкучка не доставляет удовольствия. Появилось чуть больше знакомых. Обрастаем немного и местными, и нашими иммигрантами, которые здесь находятся. Поэтому... Интересно. На самом деле встречаться с новыми людьми, новые истории. У каждого своя история. Как он сюда приехал, как он здесь обосновался, чем занимается. Поэтому интересно услышать каждого человека. У нас уже, наверное, как хобби. Это знакомиться с новыми людьми, расспрашивать, разознавать. В общем, от одиночества мы здесь не страдаем. Есть с кем встретиться на любые выходные. Да, сейчас вот на этой и на прошлой неделе действительно страдаем от нехватки времени встречаться с кем-либо. Да, хочется встретиться со всеми. Я недавно на прошлую субботу ходил на первое занятие волейболом. Здесь случайно нашли ребят, которые занимаются волейболом с тренером. Я рассчитываю пойти в эту будущую субботу и пригласить еще несколько знакомых своих. Ну, а я в эту субботу опять буду вести группу по русскому. Да. Кто не работает, тот ест. На самом деле они такие классные, что с ними и работа одно удовольствие. Я создала чат, и мы там переписываемся. Они пытаются что-то писать на русском. Это так смешно. Поэтому, на самом деле, получаем удовольствие от наших занятий. Мне интересно. Мне нравится. В чем еще разница четырех месяцев? То, что мы, в принципе, продолжаем пользоваться велосипедами. Но лучше ориентируемся в городе. На самом деле, раньше, если надо было уехать чуть дальше, чем 10 станций метрополитена от нашей станции, было уже как-то некомфортно. Сейчас, в принципе, перемещаемся и поздно вечером. Ну, как-то уже более привыкли. Хотя многие говорят, что лучше не ходить, опасаться и так далее. Но, естественно, что мы предостерегаемся. Говорим друг другу, куда мы идем. Контакты скидываем людей, с кем мы собираемся встретиться. Но как-то уже более привычно. Ну, да. В общем, многие люди здесь живут и боятся. Они просто боятся. Из тех, кто приезжает. Да, они считают, что везде опасно, везде маньяки, преступности и так далее. Ну, я не знаю, как бы у нас в футфоне не было никаких таких ситуаций. Но, конечно, остерегаться надо и быть всегда на чеку. Но, в принципе, мы перемещаемся вполне свободно, комфортно. И вообще никаких вопросов по этому поводу нет. Да, ну, естественно, что в какие-то опасные места вечером мы не ходим. Ну, по главным крупным улицам перемещаться вполне возможно. Везде полно полиции, видеокамеры и так далее. Полно людей, на самом деле. Хорошо, что мы походники и активисты и умеем ориентироваться по карте. Потому что приезжала недавно ко мне подружка, которая живет здесь три года. И она там буквально три станции проехать. И она не знает, куда идти. Она не может сориентироваться. Она заблудилась. То есть, ну, для меня странно. Вроде как мы уже четыре месяца. У меня вообще не вопрос в какую-то улицу найти на карте. Хотя бывает теряемся, что сказать. Бывает и такое. А, еще хотела рассказать про праздник. У нас Рождество было, а у них был праздник «Три короля» называется. Да. А, так вот у них на этот праздник пекут такой большой каравай. Похожий на каравай, только с дыркой внутри, как бублик. И в этом каравае, в общем, когда его режешь, ну, он такой сладкий, он украшенный сверху. И можно найти там маленькие такие фигурки человечка. Фигурки людей, да. Ну, как ангелочки, говорят, что это ангелочки. И вот якобы кто эти ангелочки вытащит, то там будет у них какой-то праздник 2 февраля. И надо будет всем покупать тамалис. Тамалис – это такая штука, кукурузная шелуха, а внутри… Да, завернутая кукурузная мука в кукурузные листья и сваренные. Ну, в общем, по-разному ее готовят. Ну, в общем, это из кукурузы. Да, ну, вот оно как бы внутри там, это кукуруза, кукурузная мука, а завернуто оно в кукурузную шелуху. Надо будет всем эти тамалисы покупать. Поэтому мы тоже угораздили попробовать эту штучку и вытащить человечка. Да, мне попался. Вот, а еще мы кушали жареные бананы. У них тут по вечерам, по улицам ездят, продают вот эти тамалисы, ездят и кричат и завлекают. У них гудят. У них там, в котором… Бананы делаются в печке специальной. Да, в печке делаются бананы, они пекутся. И человек, который тащит эту тележку, вот, она подогревается и получается как… Пар выходит. Паровоз. Да. И, в общем, он привлекает внимание людей, то, что он уже едет, можно заказывать, и он пищит этим паровозом, гудит, как настоящий паровоз. Да, и мы, в общем, тоже попробовали. Мы сначала не знали, что это такое, а потом наш знакомый рассказал, что это бананы жареные. Вот, и мы тоже попробовали. Там идет печеный банан со сгущенкой или с каким-то сиропом вкусным. В общем, сладкий. С медом. Ну, такой необычный вкус. Просто обычно они их жарят в огромном количестве масла, но я это не очень люблю пробовать, поэтому мы попробовали такой печеный, он вроде как не сильно вредный. Вот. Ой, у нас тут кто-то прилетел. Еще калибри? Ну, наверное, кто-то… Сложно заметить. Кто-то интересный. В общем, здесь еще по городу бывают такие красивые бабочки летают. Вот, серьезно, такое чувство, что просто в каком-то вот, как эти называются места в зоопарках, там где бабочки. В общем, специальные вот как в зоопарках… Макс, короче, это тебе задание, скажешь. Вот, в общем, они по городу здесь нечасто, но бывает можно увидеть очень красивую большую бабочку, вот просто по городу летят. Махаоны какие-то, я не знаю, очень большие, да. Летит. Вот, путешествовать мы стали немножко меньше, были только в одной красивом месте, Морайлос называется, там горы, там на горе пирамида, там, конечно, здорово. Тепотслан это был? Нет. Тепотслан, может, Тепотслан, да, наверное, Тепотслан. В общем, там очень красиво, а так мы, в принципе, больше никуда особо не выбирались, потому что много очень работаем сейчас. Да, на выходных тоже. Ну, надо обустроиться для путешествий. Вот, так что вот такие вот у нас новости и дела. Ну, действительно, как-то за этот месяц уже очень адаптировались. Да, мы стали тратить меньше денег на покупки, на еду и так далее, потому что больше заняты и работаем. Поэтому покупаем только по необходимости. Да, ездим, на самом деле, на местный рынок, маркет, куда приезжают частники, вот, и продают свои овощи, фрукты и так далее, ну, и чуть дешевле, чем в магазине. Да, так что вот такие вот у нас... Да, будем заканчивать. Вот, всех с крещением, а у нас хорошая погода. Пока! 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 Пока!